На данный момент в Сумской области зарегистрировано около 10 тысяч участников боевых действий. Это в основном молодые люди, у которых есть семья, жена, дети. Но, к сожалению, статистика удручающая. Количество разводов в семьях участников боевых действий неукоснительно растёт. Меня зовут Оксана Клочко-Макаренко. Я хочу поговорить с вами о тех проблемах, с которыми может столкнуться семья участника боевых действий. Принято считать, что основной причиной проблем является так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. И в обществе существует такой миф о том, что буквально каждый участник боевых действий болеет, подвержен этому посттравматическому стрессовому расстройству ПТСР. На самом деле нет. Статистика говорит о том, что диагностируется данное заболевание только у 18-20% ребят, которые там побывали. Огромное значение имеет, где проходил службу боец. Мы с вами знаем, что есть три линии обороны, что есть так называемый ноль, где происходят у нас непосредственные столкновения. И есть вторая, третья линия, где всё достаточно спокойно. Они тоже важны и нужны. И, конечно, люди тоже находятся в этом состоянии постоянной тревоги. Но там нет как таковых сильных стрессовых таких вот ситуаций, переживаний. Нет состояния боя, нет этих ночных подъёмов, нет этого постоянного состояния страха, в котором пребывают те ребята, которые находятся на нуле. Также имеет огромное значение то, как организована нервная система, насколько устойчива психика самого человека, насколько он стрессоустойчив. Был ли у него ранее опыт каких-то таких травматических ситуаций, из которых он выходил? То есть может ли он этот опыт, эти знания применить в той конкретной ситуации, в которой он находится сейчас? Конечно же, когда человек возвращается назад, домой, в мирную жизнь, то ему очень сложно адаптироваться быстро. Как правило, первые полгода считается нормальным, когда у человека проявляются следующие симптомы. Наблюдаются нарушения сна, возможно, снятся кошмары. Человек может дёргаться, кричать во сне, искать оружие рядом, с которым он привык спать там. Постоянное ощущение того, что что-то может произойти, повышенная тревожность. Это может быть какой-то гиперконтроль. Это может быть повышенная тревожность за близких. Это может быть повышенная раздражительность или даже агрессивность. То есть повышенная реактивность на то, что происходит вокруг. Это может быть реакция на какие-то звуки, которые для нас могут быть обычными звуками, а для бойца это может быть звук, напоминающий, например, выход мины. То есть и соответственная реакция может быть вплоть до того, что человек падает на землю и пытается как-то укрыться. Это всё происходит в секунды. Человек не думает об этом. Это просто реакция тела. Это те реакции, которые выработались там и которые помогали ему выжить. И если это происходит здесь, это есть нормально. То есть нужно определённое время для нашей психики, для того, чтобы адаптироваться в этих мирных условиях. Человеку очень сложно приехать сюда и принять то, что здесь обычная нормальная жизнь после того, что он видел там. Психика, которая привыкла к постоянным выбросам адреналина, к тому, что что-то постоянно происходит, она как бы требует какое-то время ещё и ищет этого адреналина здесь. И поэтому ребята часто сами создают какие-то ситуации, которые потом приводят к каким-то конфликтам и более сложным последствиям, которые приходится решать. Все мы знаем, что бывают эти ситуации, особенно в начале, когда ребята только возвращаются. Часто ребята жалуются на то, что их не понимают в семье. Они закрываются и не могут просто рассказать своим близким о том, что там происходило. Первая причина — это то, что их просто здесь никто не поймёт. На самом деле, скорее всего, так оно и есть, потому что для того, чтобы понять этого человека, нужно побывать там и хотя бы одним глазом увидеть то, что там происходит. Второе — это то, что, возможно, с ним происходило что-то такое, о чём он, в принципе, не хочет говорить. И когда вы пытаетесь что-то у него выведать, вы тем самым как бы возвращаете его в это состояние травмы. Не нужно это делать насильственно. То есть если у человека возникнет желание этим поделиться, он обязательно поделится. Ваша задача, как близких людей, которые очень ждали его, просто показать, что вы готовы его принять со всем тем багажом, который он принёс с войны домой. Очень сложно сразу переключиться на какие-то домашние бытовые вещи. Во-первых, ребята очень остро реагируют, когда они возвращаются домой, а дома что-то изменилось. Вот эта вот ситуация, что здесь уже не так, как было раньше, она очень тяжело принимается. То есть им тоже нужно время для того, чтобы привыкнуть. Случается так, что первое время ребята очень мало проводят времени дома и постоянно встречаются с такими же, как они. То есть ищут тот круг общения, где им есть о чём поговорить и где находятся те люди, которые их понимают, которые пережили по сути тоже. Часто мамы, жёны и дети обижаются. Ну как, у тебя же так долго не было, а ты вот вернулся, и ты опять уходишь из семьи. Это нужно понять, просто принять. С этим не нужно бороться, потому что таким образом человек пытается адаптироваться к тому, что просто происходит здесь. Это как буфер какой-то, который постепенно выводит его из состояния войны и приводит в это состояние мира. Но здесь ему ещё нужны эти ребята, которые тоже были там, с которыми он может поделиться и как бы выплеснуть все те переживания, которые с ним происходят. Возможно, то, что с ним сейчас происходит, то, что он чувствует, эти сны, которые периодически к нему приходят. Возможно, это какие-то воспоминания, которые и днём его накрывают так, что просто очень сложно с этим справиться. Он не хочет и не может рассказывать об этом вам для того, чтобы не нагружать вас этой информацией. Или, возможно, он боится, что вы с этим не сможете справиться. Или он боится показаться слабым. Или он боится показаться сумасшедшим. Это самый большой страх. То есть он боится об этом рассказать, а таким же, как он, он рассказать об этом может. Он может этим поделиться. То есть ему очень нужны эти люди в данный момент. Ни в коем случае не стоит его останавливать. Часто бывает так, что семье очень тяжело принять этого человека, который вернулся назад, по причине того, что кажется, что он стал другим. Не кажется, он действительно стал другим. Весь опыт, который мы проживаем в течение своей жизни, он нас меняет. А то, что проходят они там, то, что видят они там, меняет их безвозвратно. То есть на самом деле к вам вернулся уже немножечко другой человек. И он никогда уже не станет прежним. И вам нужно просто с этим смириться. И ему тоже нужно с этим смириться. И понять, что таким, как раньше, он уже никогда не будет. Я должна сказать, что активная фаза вот этих вот всех проявлений длится где-то первые полгода. У кого-то это происходит раньше, у кого-то происходит позже. Понятное дело, всё зависит от индивидуальных свойств в психике каждого конкретного человека. Но какие-то вещи, к сожалению, они остаются на всю жизнь. То есть характерологические изменения, они уже никуда не денутся. Но со временем будет легче себя контролировать. Постепенно будут уходить кошмары. Постепенно будет приходить понимание того, что же я делаю здесь на самом деле и каково моё место здесь. Потому что вначале действительно очень сложно себя здесь найти. И очень многие ребята вот как бы хотят вернуться обратно, потому что там они точно понимают, зачем они там нужны. И там проще, там легче общаться с людьми. Там ты чётко понимаешь, где у тебя враг, а где у тебя друг. И даже если у тебя возникают какие-то проблемы с другим человеком, они решаются достаточно быстро. И вы высказали друг другу, в крайнем случае набили морды. Но уже через две минуты вы уже можете стоять спина у спину и прикрывать друг друга, и помогать друг другу. И ты знаешь, что ты можешь доверять этому человеку. К сожалению, в нашем обществе здесь процветает лицемерие. Ты можешь общаться с человеком и на самом деле не знать, что он о тебе думает. И этот человек завтра будет какие-то гадости про тебя рассказывать. И ты не знаешь, кому ты здесь можешь доверять и кому нет. Это, конечно, очень усложняет. То есть там мир чёрно-белый и конкретный. И поэтому там действительно в этом плане проще, несмотря на то, что, казалось бы, там опаснее. То есть можно говорить о том, что человеку, который вернулся оттуда, он на самом деле нелегко. Психике требуется определённое время для того, чтобы подстроиться. Но на самом деле проблема заключается не только в психологических каких-то сложностях, но и в физиологических в том числе. То есть то время, пока человек находится в постоянном состоянии стресса, его тело как бы мобилизируется, и оно не отвлекается на всякие мелкие проблемы, какие-то боли и прочее, просто игнорируется. И когда человек возвращается домой, то оказывается, что у него куча проблем, которые вот почему-то вылезли именно здесь. То есть когда тело расслабилось, когда тело поняло, что всё уже не угрожает опасность, можно поболеть, вот тогда просто ворохом начинают сыпаться проблемы. Конечно же, бойцу в этот момент нужна поддержка и понимание со стороны близких людей. Но у близких людей ведь тоже есть какие-то свои ожидания, какие-то представления о том, что будет. И всё это время, пока человека не было дома, его семья как-то выживала и как-то справлялась с теми проблемами повседневными и бытовыми, которые каждый день тоже возникали. И часто получается так, что человек возвращается домой и как бы пытается вернуть всё в то русло, которое было вот тогда, когда он уходил. То есть навязать свои какие-то правила, со своим уставом как бы прийти и построить всех домашних под этот устав, сделать так, чтобы они вели себя так же и жили так же, как это было раньше. И вот тут начинается у нас конфликт. Во-первых, люди за это время, пока они жили не вместе, они существенно отдалились, потому что, собственно говоря, что нас сближает? Это решение каких-то обоюдных проблем. Мы знаем, что несчастье людей сближает, какие-то сложности людей сближают, сплочают. Когда два человека долгое время, а долгое время у нас исчисляется годами, часто это и 3, и 5 лет, мы знаем, что контракт заключается на долгое время, то люди живут разной по сути жизнью. Они периодически видятся, если боец приезжает домой в отпуск. Но по большому счёту основную часть жизни они проводят в розе. К тому же я сама не раз сталкивалась с рекомендацией коллег, которые советуют женам бойцов не нагружать их домашними проблемами. То есть боец должен знать о том, что дома всё хорошо, что дома справляется со всем, никаких проблем нет. Это как бы палка в двух концах. С одной стороны, да, мы его не отвлекаем от того, что происходит в его жизни там. С другой стороны, у него возникает ощущение, что здесь без него хорошо. То есть он приезжает домой, и он понимает, что без него все живут, и всё хорошо, и справляются, и он здесь на самом деле не очень-то и нужен. И потом часто можно услышать от них фразу о том, что им от меня нужны только мои деньги. Так вот, очень важно, чтобы в семье, несмотря на то, что два самых главных человека находятся далеки друг от друга, но всё-таки сохранялся этот контакт и участие. Для того, чтобы были какие-то общие темы и общие точки соприкосновения, то, что людей связывает, то, на чём можно в дальнейшем будет построить отношения. Потому что по итогу, когда человек возвращается домой, оказывается, что это происходит контакт двух уже совсем других людей. То есть как муж, так и жена успели измениться, личностно измениться за это время. И они пытаются построить эти старые отношения, которые были раньше, но они-то уже, по сути, другие люди. То есть и строить нужно новые отношения, нужно заново узнавать друг друга, нужно находить эти точки соприкосновения, нужно общаться, выходить на эти компромиссы, нужно заново влюбляться в друг друга, находить какие-то позитивные стороны, то, на что следует опираться и как-то по-другому учиться взаимодействовать. Для этого нужны, опять-таки, какие-то темы, которые будут вас сближать. Хорошо, если у вас есть дети, но если их нет, то это должны быть какие-то бытовые, возможно, моменты, которые на первом этапе будут достаточно цены для того, чтобы удержать вас вместе. Потому что самая большая проблема в семьях ребят — это то, что как раз по возвращению они понимают, что дома совсем другой человек, чужой человек. И семья их не принимает, потому что видят, что он вернулся уже другим, по сути, человеком. И вот это вот общее, то, что их соединяло, оно где-то было потеряно. Часто так бывает, что если в семье есть дети, то дети не улучшают, а ухудшают ситуацию в семье. Дети очень тяжело относятся к любого рода переменам. Они менее гибкие, чем взрослые. Им сложнее принимать те изменения, которые происходят. И если это маленький ребёнок, он может, в принципе, не помнить папу и поэтому дать какую-то реакцию страха или агрессии. Если это ребёнок среднего возраста, то он может дать регресс в возрасте. То есть, например, ребёнок, который уже давно приучен к горшку, может вдруг начать писаться. Или даже дети 10-11-летнего возраста могут проявить ночной НРС. Подростки часто просто отвергают авторитет отца. То есть они настолько отвыкли, что этого человека в доме нет, что когда он появляется со своими какими-то тоже правилами и пытаются как-то мягко их воспитывать, они дают агрессивную реакцию и протест. Дети привыкли к тому, что в их доме было иначе. Им тоже требуется время для того, чтобы принять ситуацию такой, какая она есть. Конечно же, ситуации бывают разные. И в каждой конкретной ситуации будет свой правильный выход. Но я вам должна сказать, что я как психолог, конечно же, знаю, что не все отношения и не все семьи следует сохранять. Но я считаю, что нужно попытаться побороться за ваши отношения. Потому как разрушить семью вы всегда успеете. Но если вы даже не попытаетесь, вы обязательно будете об этом жалеть. пытаться находить эти точки соприкосновения. Обязательно разговаривать, как бы тяжело это ни было. Пытаться поставить себя на место другого человека. Понять, посмотреть на мир его глазами. Проявить терпение и великодушие. Потому что терпение в данной ситуации нужно будет всем. И, возможно, вам все-таки удастся не попасть в эту плачевную статистику разводов. Если же вы чувствуете, что у вас самостоятельно не получается справиться с той проблемой, с которой столкнулась ваша семья, вы всегда можете обратиться к квалифицированным специалистам, которые призваны помочь вам как раз в такой ситуации. Психологи, которые работают с участниками боевых действий, находятся в Сумском областном клиническом госпитале ветеранов войны, куда вы можете всегда обратиться амбулаторно как участники боевых действий, так и члены их семей. Также вы можете обратиться в Сумской центр оказания социальных, медицинских и психологических услуг для участников ОТОН и Сумскую психологическую кризисную службу. Я желаю вам тепла, любви и гармонии в ваших семьях. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ